всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей вот такая тут у нас уже красота а это наша с вами посадочка недавние мы с вами сажали помните вот в такое интересное как сказать кашпо кашпо ну вы видите да что это это у нас ковшичек и орхидейка прекрасно себя там чувствует посмотрите плохо видно матовый горшочек но там у нас растущие корешочки то есть они в росте все прекрасно тургор держим как и говорила я ее заливала один раз после посадки еще недели наверное даже не прошло ну чувствует растение себя там хорошо тургор за неделю не потеряла сидит в пробковом дереве посадка на канале есть да и кто хочет вот такие шикарные блестящие орхидеи иметь в своей коллекции сейчас вы скажете что же надо сделать по названию видео поняли что тут все цветет и пахнет ну да конечно мои хорошие куча цветоносов куча уже открывшихся цветов посмотрите мой дикий кот красавец обалденной я его просто обожаю он великолепен но и также моя самая дорогая орхидея помните да это моя белая красавица я думаю вам видно эту красоту она еще не открыла все свои бутончики но если вы помните у нее еще и детка все у нас прекрасно растет без субстрата там чуть-чуть у нее мха кстати я вчера я подливала сюда водички и уже сухо она все выпила и даже высохла представляете вот так быстро пьет моя красавица сейчас здесь у нас тоже бутончики после последнего видео про ребов очень много написали ну максим на максиме ведь тоже не написано что его можно применять на орхидеях мои хорошие я никого ни к чему не принуждаю хотите использовать ребов на своих орхидеях ради бога используйте кто давно на моем канале и недавно и просто прислушивается внимательно смотрят все мои видео те достигли уже шикарных результатов со своими орхидеями поэтому мои любимые дорогие зрители подписчики я не заставляю никого из вас следовать моим примером это белин очка сидит красотка у меня тоже без субстрата внизу камушки лежат просто для утяжеления и там куча корней внизу и вот здесь надо как-то ей просто здесь все чуть-чуть пообработать но ее ничего не беспокоит поэтому я особо и не трогаю да вот здесь внизу надо прибраться по отломила быстренько положила вот здесь такая красота у нас там кстати заметила растет папоротник видать на мхе был смотрите не хочу убирать его пускай растет потом даже возможно и от сажу его отдельно всегда хотела иметь у себя папоротник чтобы роз поэтому мои хорошие мне кажется что за все время что существует мой канал я уже дала достаточно много информации по поводу орхидеек это big bang кстати у нас возможно завтра уже и откроет свои бутончики но что-то мне кажется что он процветет не по сорту здесь у нас орхидейка без субстрата мы и с вами вместе сажали прекрасно себя чувствует посмотрите у нас уже какой там новый корешок это старые корни они постепенно уйдут и останутся новые корешочки которые будут очень красивые в горшке это красавица с цветоносом он плохо видно но вон там я его закрепила на палочку чтобы он вышел из банки не могу сейчас показать ну тоже все прекрасно горшочках вот этим тоже подливала вчера воды это красные корни еще остались те корни которые вышли когда-то из циафлора и они еще не ушли но питают орхидейку все прекрасно новые корни нарастают и они зелененькие где-то где-то серебристые то есть все прекрасно ну и также эти мои красавицы также не переставая цветут это свежий цветонос а это старый цветонос дорастил нам вот такую красоту обалденная красавица все говорят что это египетская девчат я точно не могу сказать кто знает как она называется мне название орхидеи в принципе не столь важны мне важно чтобы они были все живы и здоровы там у нас тоже вон цветоносик из-под старого цветоносика тоже не так давно отцвела я показываю вам всего лишь тем чем я пользуюсь а то начали мне писать на максиме тоже не написано что его можно применять на вашей календуле которую вы рекламируете тоже не написано мои хорошие я ничего не рекламирую я показываю те препараты которыми я пользуюсь более доступными более дешевыми незатратными и доступными практически всем жителям страны да скажем так или мира потому что в аптеке все эти препаратики продаются что-то можно сделать самостоятельно и ухаживать за своими орхидеи коми более дешевой форме скажем так поэтому я ничего не рекламирую я много раз говорила я никого не обучаю меня канал не обучающий я просто вам показываю все свои шикарные результаты со своими красотками очень много под видео пишут люба как у вас получилось достигнуть такого результата тоже сидит без субстрата но здесь уже вот баночка такая мутненькая вот такие тут у нас тоже цветоносы и цветоносы у меня в принципе повсюду и так уже мои орхидейки цветут на протяжении двух лет не останавливаясь здесь у нас точно все таки цветонос я вам недавно показывала что что-то проклюнулась и не могла понять что там плохо видно там прям вот он он там зелененький за корешочком может получится с этой стороны на него посмотрите точечно вон он спрятался вот он выбегает увеличиваешь плохо видно ну вот у нас под листика это у нас с вами азиатская панда big lip шикарный цветок свел у меня с декабря того года по август или даже по сентябрь этого года и опять выпустил цветонос ребят я разве вам показываю какие-то плохие результаты я думаю что нет вот это вообще безнадежная была орхидея но вот реально ребятки безнадежная шансов выжить у нее просто не было сказали бы многие но на данный момент стоит вот такая огромная вот моя рука огромная лошадка которая уже не умещается дай бог что она вот умещается в своем горшке у нее наросло кучу корней в том году я ее показывал она была видео скелета из моего шкафа что-то такое и было полностью без тургора листья были все сложены и вот пожалуйста мы зацветаем мало того нарастили много корней огромную листовую массу и вот такой жирный цветонос посмотрите он с палец разве это не чудо у человека который не умеет ухаживать за орхидеями разве можно будет увидеть такой результат это я вам показываю орхидейки которые у меня дома безболезненно разделяем орхидейки с вами я все вам это показываю у верхушек которые были с воздушными корнями вот так прекрасно растут потом корешочки и все у них замечательно это у нас все девчат забыла это сказка сейчас если вспомню скажу вот такие корни у нас тут у сказки наросли а ведь мы ее сажали с вами просто чуть-чуть было воздушных корней низ оставили а верхушку отсадили не спинечек с деткой у обеих этих орхидей а верхушки вот так прекрасно переукоренились и вот с такими шикарными корнями вы хотите иметь такой результат это еще не все что я вам показала вот здесь у нас с вами сидит и рынок кем которая была когда-то с одним листиком остался точнее у нее один малюсенький листик пожалуйста уже полноценное маленькое растение но пока мы его беспокоить не будем когда подрастет я вам обязательно покажу здесь не менее шикарная картина вот такая наверно у человека который делает что-то плохо будут такие результат и это все одна орхидея могу подобраться по-другому к сожалению я ее показывала в предыдущем обзоре очень красивая их чат не могу я все-таки к ней подобралась я все-таки к ней подобралась не могу ее к сожалению перевернуть к себе и наслаждаться ее красотой потому что за время жизни у меня она висит вот в таком кашпо и даже моется в этом кашпо один раз я ее снимала отсюда и она уже вот так вот видите вся наклонилась и вот такая там красота я даже если честно не знаю что у нее в горшке здесь тоже у нас вот такие осьминоги здесь тоже скоро откроется красота это сезамчик здесь маленькая вандачка живет здесь у меня вот такая вот красавица magic art и каменная роза два в одном цветет не переставая тоже на данный момент она зацвела у меня со старого цветоноса разбудила почку и на этом старом цветоносе у нас один цветочек полностью magic art 2 пока еще неизвестно и третий цветочек каменная роза бабочка мы бабочки это каменная роза у меня и magic art она бабочка вот такая вот она вся брюшечку красотушечка я обожаю это растение и причем она пахнет розами очень красивая вот такие у нас тут усы она еще не открылась до конца когда откроется я обязательно вам покажу всю эту красоту всю красоту передать ее просто невозможно вот такая вот красавица она тоже у меня огромная здесь у нас или отек или ожог уже не помню здесь продолжает цвести вот такой вот неописуемый красавец который цветет уже кстати с начала этого года там тоже у нас бутончик цветоносик это маленькое растение вот это скоро зацветет здесь не знаю кто тоже цветоносик гонит тут у нас вот эта красавица губка боб обалденный цветок просто я в него влюбилась если честно летом было совершенно другое цветение которое мне не понравилось так но здесь у нас тоже одни цветоносы о здесь уже даже бутончики надуваются там он бутончик у фиолетовой красотки а вот эта красавица которая сидит полностью в камнях кстати это тоже сидит в камнях это вам хем реанимировалась когда-то ну тут вообще уже что-то творится непонятно не знаю как я ее отсюда когда-нибудь буду вынимать смотрите какой длиннющий цветонос загнулся туда и он еще растет представляете но скоро будем с вами любоваться цветением здесь продолжает цвести вот это вот красавица но это еще не все вы посмотрите на вот это искусство произведение искусства больше никак не назовешь и вот у нас с вами орхидейка в камнях сидит полностью прекрасно себя тоже чувствует вот это вот произведение искусства когда-то было замочено в форма йоде это джемпишная орхидея которая выжила только после форма йода вот такая красота сейчас вы скажете ну и как же достичь вот этого всего да все просто мои хорошие просто надо смотреть все мои видео в каждом из видео я подробно все рассказываю а потом показываю вот такие результаты поэтому кому интересно подписывайтесь просматривайте все мои видео особенно за этот месяц было очень много дано информации про вот эту вот всю красоту неописуемую добавляйтесь подписывайтесь и учитесь прислушивайтесь хотите выполняйте хотите нет ну те девочки которые в принципе довольны моими советами они также уже довольно и своими результатами все мои хорошие всем пока пока не забываем поставить лайк и написать свой комментарий не забывайтеab calibration а также нагляд hippиляtar учащик отдыхе ALI K не отсюда не Продолжение следует... Продолжение следует...